За почти год войны Украина нарастила объемы экспорта своих товаров в Европейский Союз, а страна-агрессор из-за антироссийских санкций потеряла на рынке Европейского Союза как минимум 30 миллиардов долларов. И около 6 миллиардов может потерять Беларусь, которая выступает пособником в агрессии путинского режима против Украины. Большинство освободившихся ниш на европейском рынке могут занять товары украинского производства, и работа в этом направлении уже идет. Детали расскажут наши коллеги. Украинское правительство ввело полное эмбарго на импорт российских товаров в апреле 22-го. Другие контрмеры работали еще с 16-го года. По оценкам Министерства экономики Украины, такой запрет на импорт российских товаров в Украину ежегодно будет стоить бюджету Федерации 6 миллиардов долларов. Ограничение на импорт товаров из России и Беларуси в Европу дает возможность Украине занять освободившиеся ниши и заработать миллиарды долларов. Когда мы говорим именно об импортозамещении страны-агрессора, то тут нужно понимать, что речь идет как минимум о 30 миллиардах долларов. 183 компании глобальные, иностранные полностью свернули деятельность в России. И 1158 международных бизнесов, которые заявили о выходе или приостановили деятельность. Наша задача прежде всего такая, чтобы те, кто ушел, никогда не вернулись. Не дожидаясь конца войны, Украина внедряет механизмы для быстрого восстановления бизнеса, в том числе и иностранного. Мы можем говорить о некой концепции экономического убежища. Речь идет о том, когда бизнес добровольно покинул Российскую Федерацию или Беларусь и перешел в Украину. Он обязан временно получить особенный статус. Киев работает над предоставлением перспектив и гарантий иностранным инвесторам. И вопрос концепции так называемого светофора в контексте страхования инвестиций. Мы говорим о том, что красная зона, где страхования не предоставляют, это регионы, где продолжаются боевые действия. Желтая зона, там, где инвестиции будут возможными. И относительно безопасные регионы, которые страдают от ракетных обстрелов, их отнесут к зеленой зоне больших гарантий. Но сразу после победы система будет работать наоборот. Приоритет будет у регионов, которые пострадали сильнее. Запрещенные к импорту российские товары до сих пор попадают на рынок Украины и Евросоюза. И, как правило, это происходит из-за отсутствия антибелорусских санкций со стороны ЕС и полного эмбарго на белорусские товары со стороны Киева. Необходимо довести санкции против Белоруссии на уровень антироссийских санкций. Не столько из-за того, что белорусы какие-то весомые поставщики в ЕС, а сколько из-за России, которая маскируется под Белоруссией, таким образом обходит санкции и эмбарго на белорусские товары в Украине. Девять антироссийских санкционных пакетов уже открыли путь в Европу другим поставщикам. Речь идет о некоторых видах металлургической продукции – пластмасс, древесины, текстиля, транспортных средств и химической продукции. На этом фоне Киев уже увеличил экспорт в ЕС. Это стало возможным благодаря поддержке партнеров, либерализации налогов и инициативе ЕС в пути солидарности условного экономического безвиза, подчеркивают в Минэкономике. Замещение украинскими товарами российского экспорта в ЕС – это наша ближайшая торговая перспектива. При этом будем ориентироваться на те сегменты, где у Украины уже есть конкурентное преимущество. Самые ожесточенные поклонники бывших экономических связей, которые мы унаследовали от Советского Союза, сегодня понимают, что у Украины есть одно экономическое будущее на общем европейском рынке. Украина до конца 2023 года планирует подписать соглашение о доступе украинских товаров на европейский рынок, сообщает Министерство экономики. По результатам прошлого года 55% взаимного товарооборота с Украиной пришлось на ЕС. Киев просит страны-члены Союза продлить действия регламентов, позволяющих украинским товарам попадать на рынок на льготных условиях. Юлия Безброцько для телеканала Freedom. И это тем более подробно обсудим с кандидатом экономических наук, главным консультантом Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Иван, здравствуйте, рады приветствовать. Добрый вечер студия, добрый вечер зрители, взаимно рад приветствовать. Иван, ну что ж, по развитию экономики, мы без преувеличения можем сказать, что это очень огромный плюс, как и говорилось в сюжете наших корреспондентов касательно экспорта продуктов. Вот, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что несмотря на то, что уже около года идет полномасштабное вторжение России в Украину, мы видим, что украинский бизнес развивается и развивается настолько быстро, возобновляется, я бы так сказал, настолько быстро, что уже готов снабжать рынок Европейского Союза, тем самым наполнять собственный бюджет. Я бы сказал бы адаптироваться. Очень быстро бизнес адаптировался. И сейчас, может, скажу неожиданную цифру. По завершению 2022 года экспорт товаров из Украины в Европейский Союз вырос на 4%. То есть не сократился. Хотя, действительно, внешняя торговля Украины сократилась достаточно существенно. И если мы говорим об экспорте, это было сокращение на 34%. Что же касается наших поставок товаров в ЕС, они выросли. Более того, если мы посмотрим на страны, куда Украина экспортирует товары, то для Украины на первом месте сейчас Польша, на втором месте это Румыния. То есть мы видим, что две страны ЕС, они сейчас занимают первое и второе место. Частично это связано с тем, что на протяжении всего 2022 года Украина использовала возможности Румынии по реэкспорту своей агропродукции на другие рынки. В результате чего поставки, допустим, пшеницы из Украины в Румынию выросли в 18 раз. Это в 2022-2021 год. То есть мы видим, что бизнес потихоньку работает. Но, знаете, обычно говорят, что вот Украина, она продает в Европейский Союз только, скажем, сырьевые товары. Ничего серьезного. Знаете, что одна из ведущих, скажем так, составляющих нашего экспорта в ЕС, это провода, это определенные, скажем так, свечи зажигания. То есть это достаточно тяжелая продукция, которая не просто переработанная как металл, допустим, из руды, а это машиностроение. И мы тоже это продаем в ЕС. И еще раз уж заговорил о цифрах, это, правда, данные 2021 год. Если мы берем, допустим, Венгрию, как страну ЕС, в структуре товарной нашего экспорта в эту страну товары машиностроения это 61%. Это не сырье, это именно машиностроение. То есть действительно бизнес адаптировался, и ЕС дал нам хорошие возможности. Я напомню, что он снял все ограничения в мае, и Украина показывает, что мы можем работать там. Давайте поговорим детали. Действительно, тема очень важная. Но тут не только российские товары, есть и белорусский сегмент, который может заменить как раз и Украина. Вот замещение украинскими товарами российского экспорта в ЕС, это наша ближайшая торговая перспектива. При этом будем ориентироваться на те сегменты, где у Украины есть уже конкурентное преимущество. Это Денис Курин, первый заместитель министра экономики Украины. А если мы говорим более детально, давайте тогда об этом поговорим. А какие сегменты может как раз перекрыть Украина, украинский бизнес перекрыть на европейском рынке? Конкретно что это может быть? Я сейчас, ну вы вот говорили о пшенице. Мы также очень часто говорим о зерновом соглашении. Мы говорим о продовольственной ситуации. Мы говорим о том, как Украина на сегодняшний день, и это без абсолютного пафоса, но действительно выступает гарантом продовольственной безопасности во всем мире. Но если мы говорим более еще, да, давайте расширим. Что это может быть вот в частности? Простыми словами, какой вид товара может сейчас Украина очень быстро и, скажем так, полноценно заменить на европейских рынках? Ну, естественно, ни газ, ни нефть мы не сможем заменить. А вот, что касается металлопродукции, несмотря на то, что, к сожалению, на данный момент Украина потеряла свои металлургические предприятия в Мариуполе, все-таки я напомню, что и, скажем, Криворожсталь, и Запорожсталь остаются под нашим контролем. То есть достаточно крупные металлургические предприятия, которые вполне могут поставлять продукцию в ЕС. Далее, это древесина и все продукты из древесины. Это, кстати, один из основных товаров, которые Беларусь экспортировала, по крайней мере, в 2021 году в ЕС. Это было именно древесина, плюс они поставляли там определенные товары, скажем так, из мебельной отрасли. То есть это уже продукция из древесины. А, соответственно, Украина тоже может зайти на рынок и, вернее, вытеснить Беларусь в этом сегменте. Дальше. Вот я провода вспомнил. Для Украины это 3% нашего экспорта. Если мы берем денежное выражение, 3% это как раз вот эти провода, скажем так, свечи зажигания. Беларусь тоже поставляет эту продукцию. Здесь, я так понимаю, что у нас тоже есть перспектива, просто потому что у нас и развит этот экспорт, и возможности будут лучше, чем у Беларуси. Хотя почему? Потому что у нас нет никаких ограничений в торговле. ЕС его снял. Вы вспомнили заседание Комитета Верховного и Рады по экономической политике. Там поднимался вопрос о том, что желательно пролонгировать вот это годичное освобождение Украины от любых пошлин. Их квот, которые ЕС нам предоставил в мае, вот уже скоро май будет, поэтому год заканчивается. Желательно, чтобы его протлили, и тем самым у Украины будет лучше возможности поставлять эту продукцию. Ну и также давайте не будем забывать про то, что мы движемся в направлении так называемого промышленного безвиза. Про него тоже не надо забывать. И тут в том числе и надо просить наших европейских партнеров, чтобы они ускорили работу своей комиссии, которая даст позитивное заключение, после которого Украина, собственно, подпишет вот этот промышленный безвиз с ЕС. И это еще больше упростит попадание наших товаров в Европейский Союз. Ну и все-таки, да, зерновые – это один вид сельского хозяйства, но давайте не забывать еще и о малышной продукции, в принципе, еще и подсолнечное масло. Мы и так неплохо себя чувствуем на этом рынке, но можем еще улучшить, скажем, свои поставки в ЕС. То есть, на самом деле, не то чтобы я согласен с цифрой 7 миллиардов, которые звучат в Министерстве экономики, но где-то рядом вполне возможно. Скажите, пожалуйста, вот как раз вы вспомнили, да, и мы уже частично говорили о комитете профильной Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития. Народный депутат Украины, заместитель главы как раз этого комитета Дмитрий Киселевский, он все-таки говорит о том, что необходимо и санкции против Беларуси вывести на уровень антироссийский. Но добавляет, что не столько из-за того, что беларусы какие-то весомые поставщики в Европейский Союз, а именно из-за России, которая маскируется под Беларусью, таким образом обходит санкции, ну и как раз эмбарго на беларусские товары в Украине. Скажите, санкции против Беларуси на уровень антироссийских санкций – это история понятна. Но что она могла бы дать Украине, украинскому бизнесу, украинской экономике, если бы все-таки такие санкции на таком уровне были также и внедрены против Беларуси? Точно так же, я насколько понимаю, тут также может открыться рынок и текстиль, да? Добавляется еще ряд определенных сегментов, которые как раз могла бы и занять Украина, если я правильно говорю. Ну, насчет текстиля трудно ответить, но тем не менее, смотрите. Идеология какая, что и Россия, и Беларусь, по сути, подрывают то мироустройство, которое было. То есть это страны, которые, да, Россия захотела, Беларусь и помогла в этом начать, по сути, новую глобальную войну на европейском континенте. Соответственно, идеология должна быть такая, что Европейский Союз не должен торговать с теми странами, которые позволили себе нарушить миропорядок. И в этом плане, конечно, желательно, чтобы эти санкции были. И чтобы не было минимизировать торговлю ЕС с Республикой Беларусь, как страной, которая, по сути, в союзе с ЕС, я напомню, что единое экономическое пространство, в котором и Беларусь, и Россия. Соответственно, не дать возможности России использовать Беларусь для обхода санкций. И тем самым, кстати, частично освободить рынок для украинской продукции. То есть нам это надо и политически, и экономически. Экономически в том плане, что пусть и незначительные, я согласен, товары, которые Беларусь еще поставляет. Там же тоже и колейные удобрения. Это не к тому, что не так много сложных товаров, которые продает Беларусь. Но провода – это один из их таких серьезных товарных позиций, где они конкурируют. Беларусь и Украина конкурирует. Вот здесь желательно, чтобы не было покупки в Беларуси этих товаров. Не потому что это наша такая, скажем так, конкурентная борьба. Просто потому что есть принципы, на которых строится ЕС. И если страны нарушают эти принципы, а я напомню, что Беларусь еще до даже российского утверждения шла на определенные жесты, которые, как мне кажется, были крайне недружественными по отношению к ЕС. Это, я напомню, провокации на границе Польши и Беларуси. Плюс посадка самолета с Протесевичем. Извините, самолет летел из Европейского Союза в Европейский Союз, а Беларусь решила его остановить. Это, как по мне, уже была агрессия против ЕС. И, соответственно, действия, которые Беларусь предприняла в период войны, когда позволила России использовать территорию для нападения, а потом и для обстрелов Украины, это все должно быть достаточным аргументом для того, чтобы ЕС минимизировал торговлю с этой стороны. Ну и ни для кого не секрет, что Российская Федерация пытается искать лазейки для обхода данных санкций. Вот как вы думаете, удастся ли Западу создать эффективный механизм контроля за обходом санкций Российской Федерации? Ну и в целом, как сократить количество лазеек для российских мошенников в плане вопроса обхода санкций? Ну это, к сожалению, очень сложно, поскольку, если есть санкция, всегда будет возможностью обойти. Другой вопрос, что надо действительно следить за тем, какие товары попадают на рынок ЕС, каким путем, как Россия может использовать какие страны для обхождения этих санкций. И в случае установления факта нарушения этих санкций, вводить вторичные санкции, то бишь против страны, которая позволила России использовать себя для, скажем так, обхождения этих санкций, дабы неповадно было странам, которые будут где-то как-то помогать России. Поэтому с этим надо бороться, надо действительно создавать органы, которые будут отслеживать подобные вещи. Вот в Соединенных Штатах Америки Министерство финансов, оно следит за соблюдением санкционной политики. Более того, в Соединенных Штатах Америки есть институт, уполномоченный за надзором за санкции против России. То есть вот санкции ввели, все, следят за тем, чтобы они не нарушались. Соответственно, желательно, чтобы Евросоюз также создал институт, уполномоченный за контролем, за соблюдением санкций против России и Республики Беларусь, и следил за тем, чтобы не обходились эти санкции. И в случае установления факта обхождения, была соответствующая рекомендация Европейской комиссии для введения санкций против тех, кто будет позволять, скажем, себя использовать для обхождения этих санкций. Вам говорим огромное спасибо, Иван, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усбул на прямой связи с нашей студией.